Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель международного фестиваля Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович. Добрый вечер! Привет, Ольга! Хорошо, что мы с вами встречаемся в середине пути пятого фестиваля Мстислава Ростроповича. Яркое начало, интересные концерты за плечами, но самое интересное все впереди. Так, сегодня в Большом зале консерватории впервые в Москве выступает лауреат премии Грэмми, норвежский виолончелист Трулс Морг. Музыканты в шутку называют его музыкальным внуком Мстислава Леопольдовича. Ну, действительно, у него преподаватель, у норвежского нашего виолончелиста, аспиранткой была у Ростроповича. Вот чуть-чуть этой истории, что за личность? Во-первых, Трулс Морг – это замечательный, блестящий виолончелист, который в свое время получил какую-то премию на конкурс Чайковский. Это было очень давно, я думаю, уже четвертую премию получил, но это было давно. И в России он вообще неизвестен, он никогда не приезжал сюда с концертами. Занимался он действительно у Натальи Николаевны Шаховской, которая в свою очередь занималась у Мстислава Леопольдовича, но также он занимался у Франца Хельмарсона, который также занимался у Павы. Поэтому он действительно в каком-то смысле внук музыкального Мстислава Леопольдовича, и его манера игры, вообще его такое музыкальное восприятие очень схоже с восприятием Мстислава Леопольдовича. Я очень рада, что мне удалось его пригласить на этот концерт, поскольку он очень занят, у него очень занятой график. Но тут, конечно, он решил две недели назад покататься на горных лыжах, что совершенно, я оставляю без комментариев, потому что непонятно, как музыкант, велончелист может себе позволить это сделать посреди всего. Видимо, с впечатлением Олимпиады в Сочи. Видимо, так, да. Он решил, что, в общем, короче говоря, делать эту историю короткой, он вывернул себе правое плечо и вывихнул себе ногу. Значит, следующая история была такова, что он отменил все концерты с Берлинской филармонии, но мечтает приехать сюда. Вот теперь, вот сейчас, утром, мы не знаем, сможет ли он играть концерт Дворжика с правым плечом, это очень проблематично, или же он все-таки сыграет концерт Гайна, вот поэтому мы об этом узнаем сегодня вечером. Да, быть художественным руководителем, конечно, нелегкая задача, приходится решать даже и медицинские проблемы с противопоказаниями. Объясните, что это противопоказано, безусловно. Ну да, я ему постараюсь это объяснить, он до сих пор этого не знает, но вопрос в том, что он еще между тем, что нужно сыграть с плохим правым плечом, нужно еще вынести велончель с плохой правой ногой на сцену, поэтому будем внимательно следить. Но можно попросить дирижера, у дирижера как раз мускулистые руки, а мы помним о принципе, который главенствует на фестивале, это принцип, приглашаются музыканты, которые могли бы быть лично приглашены Мстиславом Леопольевичем Ростроповичем. Ну, конечно, во-первых, папа очень многое сотрудничал с Мюнг Чунгом, потому что в свое время Мюнг Чунг был папиным ассистентом в Вашингтонском оркестре, а я его знаю очень-очень давно, еще с тех времен, когда я занималась в жульярской школе, и очень не любила ходить на занятия оркестром. Вот это я, надо сказать, и в ЦМШ я это тоже не любила, такой у нас был Этериан, у нас был замечательный дирижер, которого все смертельно боялись. Мы также смертельно боялись дирижера в жульярской школе, Сикстин Эрлинг был такой, очень строгий швед, и Мюнг Чунг тогда был его ассистентом. Вот он мне по большой такой, видимо, ну, я не знаю, ну, жалко, наверное, у меня было, вот он мне всегда ставил галочки, что я там была, и мы с тех пор с ним очень дружили. Он блестящий пианист, у него две сестры, одна скрипачка, другая блестящая виланчелистка, и он замечательный дирижер, и я очень рада, что он смог приехать. Оркестр Радио Франция. Оркестр Радио Франция. Совсем недавно в Санкт-Петербурге на набережной Невы, на набережной Кутузова в доме 16, где когда-то жили ваша мама и отец, вот совсем недавно была установлена мемориальная доска. Что это для вас? Какая работа этому предшествовала? И я просто видел эту доску, и Мстислав Леопольевич смотрит на Неву, как он когда-то смотрел из окон этой квартиры. Ну вот что вспоминается? Во-первых, это событие произошло по удивительному стечению обстоятельств, после того, как мы очень долго этого ждали, доска была очень долгое время в работе, естественно, тщательно все это проверялось мамой, маму, так сказать, привозили эту доску в Москву, и весь проект очень, она тщательно за это наблюдала, но по стечению обстоятельств произошло еще мой день рождения, поэтому это тот самый день рождения, который я уже никогда не забуду. Да, 18 марта. 18 марта, да. И доску установили, и мы действительно очень счастливы, что это произошло в Питере на доме родителей, потому что папа уже с 94-го года, когда постепенно они начали расселять квартиры, и он стал свозить туда архивы, потому что он считал, что вот то, что они коллекционировали с мамой, русские архивы, и письма Чайковского, и, так сказать, вот все, что касается русской культуры, это должно находиться в России для того, чтобы русские люди могли это видеть, изучать, и он привозил это все в этот дом, поэтому сейчас архивы находятся там. Мы надеемся, что в скором будущем, потому что папа там на этой доске изображен в профиль, и мы надеемся, что рядом скоро будет доска мамы, которая будет смотреть на него профиль. Надеемся, что скоро произойдет. А эти архивы, ими кто-то занимается, их изучают, или они просто хранятся? Ну, сейчас они, так сказать, хранятся, архивизируются, там нужно, так сказать, их оцифровать, и сейчас, конечно, у нас есть архивариус, который этим занимается, сейчас мы находимся в процессе работы над центром исторического наследия Ростроповича и Вишневской, который будет построен, возможно, через два года. Сзади дома Чайковского, сзади будет построен дом, и мы надеемся, что там будет храниться какая-то часть на выставке, часть архивов, и что русские люди смогут это видеть. Я, как вы понимаете, интересуюсь этим, что называется, с пристрастием фактически, потому что могу себе представить, какие интереснейшие вещи, какие потрясающие документы, какие и музыкальные, и литературные. Удивительные совершенно. Один архив Репина, что это включает в себя, это его переписку с его друзьями, Чехов, Толстой и так далее. Ну, Мстислав Леопольдович и с Ленинградом, Санкт-Петербургом очень многое связывает. Потрясающие премьеры. Я помню некоторые еще, когда он приезжал и дирижировал оркестром, заслужим коллективом республики, оркестром Санкт-Петербургской филармонии. А он же преподавал и в Ленинградской консерватории. Конечно, конечно. А Наташа Будум, по-моему, там занималась. Да, и преподавал там. Ну, я уже не говорю, какие связи у Галины Павловны Вишневской с Санкт-Петербургом, Ленинградом, блокадом. Да вообще все. Вообще все. Так что, конечно, дай бог, чтобы эта мемориальная доска обязательно была. Они всю жизнь были вместе. И здесь тоже должны быть вместе. Здесь должны быть вместе. Мы возвращаемся к пятому фестивалю. Какой концерт из того, что будет 4 апреля или 5 апреля, 2 апреля, вы ждете с необыкновенным волнением? Ну, я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. Это, конечно, военный... Нет. Это Штутгар, конечно, я жду, потому что все-таки это коллектив, который был основан в 1945 году и никогда до сих пор не был в России. И сейчас так получилось, к сожалению, что из-за мирового кризиса экономического этот оркестр приедет сюда как в первый, так и в последний раз. Потому что они соединяются с оркестром Баден-Бадена. И в общем, Штутгар, симфонического оркестра больше не будет. Поэтому, мне кажется, очень важно, что сейчас наши слушатели смогут увидеть и услышать в первый и в последний раз этот оркестр. Хотя у меня, знаете, какая-то теплится надежда, что, может быть, все-таки этого не произойдет. Потому что, как мы знаем, в Маджо-музыкале тоже там были проблемы, тоже думали, что закрывается оркестр. Даже Зубин мне это выступал по интернету и обращался за поддержкой. Но, тем не менее, оркестр живет, он к нам приезжает на следующий год. Но от Штутгарта до Баден-Бадена больше ста километров слияние подразумевает, что какой-то из этих городов точно будет страдать. Ну, а для России, значит, мы, не дай бог, конечно, еще в следующий раз, когда увидим, непонятно совершенно. Ну да, непонятно. И как это будет называться, тоже непонятно. Хорошо. Кто за дирижерским пультом? За дирижерским пультом у нас Денёв. Стефан Денёв. Стефан Денёв. Солирует кто? Снайдер. Замечательный скрипач, который играл с папой уже несколько раз. И я очень рада, что он приедет к нам. Мама очень любила этого скрипача, надо сказать. Он приезжал еще в Вианда фестиваль, и мама очень его любила. А вот люди, музыканты, которые приезжают на фестиваль, вы с ними созваниваетесь. А вот, ну скажем, если говорить о Николае Цнайдере, вы давно его видели? Или вот вы тоже ждете этой встречи на фестивале? И приглашение на этот фестиваль – это повод для того, чтобы не только услышать, но и не повидаться. Да, 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 абсолютно. Человеческий контакт. Да, абсолютно, и то, и другое, абсолютно, да. И то же самое касается пламенной манговой. Это касается, в общем-то, всех... Это пианистка болгарская, да? Она ученица Башкирова, как-то удивительно. И она приезжала ко мне на фестиваль в Баку. Замечательная, замечательная пианистка. Мы с вами почти одновременно сказали «Военный реквием» Бенджамина Бриттона. Я вспоминаю фильм, я видел документальный фильм с участием Галины Павловны Вишневской. И для нее как раз сопроновая партия писалась этим великим композитором 20-го века. Ее тогда же не выпустили, за 10 дней до премьеры. Да, за 10 дней до премьеры ее не выпустили наши советские власти, потому что они считали недопустимым, чтобы советская певица пела в таком военном реквиеме. Это в Ковентре, да? Да, в Ковентре, который был разрушен фашистами. И они посчитали недопустимым, что именно советская певица будет петь рядом с немцем и рядом с англичанином. Поэтому ее не выпустили за 10 дней. И тогда это было очень проблематично, потому что партия очень сложная, и петь некому. И поэтому они искали певицу, которая сможет это выучить за 10 дней, и Хезер Харпер это выучила за 10 дней. Но, конечно, было очень все нервозно. В мае, в конце концов, разрешили приехать и сделать первую запись этого реквима. И это, конечно, было удивительно, потому что разошлись пластинки. Это, по-моему, говорят, что это чуть ли не был какой-то рекорд со временем Элвис Пресли. А музыка немножко далеко от Рокумерного. О, да. Но там говорили, что это что-то побило все-все рекорды. А у вас есть эта пластинка? Да. Есть? Да. Какой это год? 62-й, 63-й? Это, по-моему, 64-й. 64-й год. По-моему, да. Я не могу вам сейчас... Или 62-й? 62-й мы ее не выпустили. Пластинку они записали позже. Может, 64-й. Как-нибудь напрошусь в гости их. Просто хочу подержать это в руках. Да, обязательно. Но вот тут лишний раз вспоминаешь о том, что необходим музей, необходима аудитория, пространство, куда все те, кто помнят и любят Мстислава Леопольевича Ростроповича и Галина Павловна Вишневского, могут прийти и лишний раз подышать воздухом, посмотреть на те вещи, с которыми они прикасались. Да, вот это очень важно. Это очень важно. Я думаю, что мы, наверное, что как-то это будет организовано, и что, конечно же, это будет обязательно в Питере. Это тот дом, который создавали и папа, и мама. То есть это действительно дом-музей, потому что все, от первой вещи до последней, все это расставлялось и создавалось моими родителями. Абсолютно все. Поэтому сам по себе это уже дом-музей. Ну и, конечно, какие-то вещи будут выставляться в Москве, в том центре наследия культурного, который будет построен. Военный реквием за дирижерским пультом Владимир Яровский. Это очень яркий интерпретатор, человек, который не просто дирижирует, а знает суть вопроса от и до. Вот как он отнесся к предложению? Что говорил вам? Он был очень рад, потому что мы как раз обсуждали, что бы мы хотели услышать. И как раз поскольку это связано тоже с юбилеем Бриттона, мы как-то оба пришли к тому, что как было бы хорошо. Ну а дальше уже, когда мы решили, тогда уже стало все гораздо проще. И, кстати, тоже в зале Чайковского, это будет произойти в зале Чайковского, фонд Ростроповича, мы делаем выставку о реквиеме, о дружбе Бриттона и моих родителей. Такая фотовыставка небольшая, но я думаю, что будет интересно посмотреть. Безусловно. Вот сейчас, когда фестиваль в разгаре, вы уже ведете какие-то переговоры, делаете шаги навстречу следующему, шестому фестивалю? Так. Все, но я думаю, я молчу. Но он уже сделан. Я сейчас работаю над... Он сделан концептуально? Нет, нет, программа все сделана. Все сделано, по переговорам уже все. Потому что такие оркестры, которые я хочу получить, это нужно, конечно, делать очень как следует заранее, тем более, что это посредине сезона. Это всегда очень сложно. Когда закончится пятый фестиваль, мы сейчас говорим о нем, продолжаем говорить. Пятый фестиваль Мстислава Леопольевича Ростроповича. Вы из Москвы будете перемещаться хорошим музыкальным тавором в Оренбург. Да, на несколько дней. На несколько дней. Что там за программа? Там мы открываем Борисом Годуновым. Это последняя постановка, которую осуществила Галина Павловна. Спектакль, который она очень любила, который, как мне кажется, очень удачный. Это музыкальный центр? Это оперный центр Галины Павловны Вишневской. Художник Левенталь, блестящая совершенно телодекорация. Удивительно то, что вообще вся эта опера, которая требует масштаба и, самое главное, площади, у нас помещается в нашей маленькой сцене. Так что открываем мы Борисом Годуновым, центр оперного пения. И дальше оркестр Светланова. Дальше Давид Гирингас, Крылов. И стипендианты Фондра Ростроповича. Ну, с Оренбургом тоже многое связано. Бабушка, семья бабушки Федотовой, казачка, папка была. Ой, характер был. Ну, мы отголоски видели у Галины Павловны. Да, да, да. Так что характер был. И они построили первую школу музыкальную. Там прабабки мои все Федотовые была первая музыкальная школа в Оренбурге. Поэтому там папу очень как-то чтят вообще всю семью Федотовых. Но это стало уже традицией. Москва, Оренбург, но... Баку теперь к нам перенесли. Смай, потому что раньше у нас Баку был в декабре. Но по прозе первой леди мы это перенесли на май, потому что погода как-то сопутствует. Мы сможем использовать открытые площадки. И действительно май в Баку – это совершенно божественное время года. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи фестивалю. Огромного счастья от прослушивания той удивительной музыкальной программы, автором которой вы являетесь. Так что спасибо большое. Спасибо. Сегодня в главной роли художественный руководитель Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Ольга Ростропович, вам низкий поклон. Невозможно жить без прекрасной музыки. Обязательно увидимся. Спасибо. Спасибо. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»